Нормально. Лечит, поют, кормят. Переволодская районная больница у депутатов законодательного собрания на хорошем счету. Жалоб на работу местных эскулапов в последнее время нет. Здесь отзывчивый персонал, современная техника работают хорошо. Но есть проблемы, которые решить местным медикам просто не под силу. Обеспечение больных льготными лекарствами. Сейчас это проблема номер один. Это и бронхиальная астма, и больные с сахарным диабетом. А больные с сахарным диабетом, как вы знаете, имеют множество осложнений. Поэтому у них там перечень медикаментов большой. Так что здесь вопрос стоит очень остро. С 1 июля муниципальные больницы перешли в областную собственность. Здравоохранение стало государственным. А потому средства, которые были рассчитаны в местных бюджетах на льготников, использовать уже нельзя. Законодательный казус депутаты должны решить быстро. Сейчас вместе с правительством Оренбургской области, с министром здравоохранения, мы будем решать вопрос, как грамотно и очень быстро использовать имеющиеся деньги для обеспечения лекарствами тех людей, которые в этом остро нуждаются. В том числе это и дети первых трех лет жизни. Постараются помочь и с переводом старого терапевтического корпуса в статус жилого помещения. Здесь намерены сделать ремонт и отдать подведомственные бесплатные квартиры местным врачам. Вот помещение, вот оно стоит, здание, которое необходимо отремонтировать. Но это, понимаете, опять же, это вопрос муниципальной, исполнительной власти, которая, я вот поговорю с Вадимом Валерьевичем Виноградовым, я уверен, что он пойдет навстречу. И на уровне законодательного собрания, и на уровне, значит, губернатора и правительства. Я уверен, что все будут только рады, если движение пойдет в нужном направлении. Рабочая встреча прошла весьма продуктивной для районных врачей, для депутатов. Первые получат всемирную поддержку, вторые узнали реальные проблемы сельской медицины. И теперь уже точно знают, в каком направлении здесь работать. Юрий Мишенин, Виктор Горшенев. Наше время. Переволодский район.